здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала в общем розетка объявила о бесплатной доставке у меня где-то было в понравившихся товарах вот такой опинель восьмерочка принципе не планировал покупать но ради интереса купил и сегодня хочу вам рассказать первые впечатления об этом ноже все говорят да франция домашний нож кухонник складник замечательный рез пришел просто в пупырки без каких-либо блистеров коробочек и чехло в общем взял самую недорогую такую штуку понравилось очень что серый цвет белая надпись так и хромированная муфта клиночек взял сандвик не углеродку в общем первые впечатления были неоднозначные взял ножичек пробовал порезать бумажечку ножичек остался оказался не заточенным пришлось править и тут я столкнулся как говорится с первая такой проблемкой когда я мусатиком подводил на косточке то с непривычки начал пальчиком вот здесь нажимать и расслаблять замочек и клиночек начал вот так вот интересно ходить поэтому я немножечко как-то понял что надо с этим замком себя аккуратней вести и начал его поджимать сильнее потом то же самое мне было когда начал чуть-чуть подправлять на досточке и когда вот в этом положении уперся в клиночек и здесь опять у меня палец попал на этот на муфту и опять замочек расслабился в общем с ножичком надо аккуратно и за замочком надо следить чтобы его не расслаблять первые впечатления еще раз вот смотрите такая щучка очень сильно задран кончик клинка то есть это фактически ну просто столовый кухонный нож весит он 45 грамм стоит 14 долларов у нас 403 гривны в украине длина клинка ну и получается режущей кромки 82 и 5 миллиметров в принципе править точить все здесь становится удобно вот это уже там кончик сам задняя часть клиночка уже не сильно не подточишь здесь да в принципе здесь и не надо ну скажу что сандвик такой немножко царапучий немножко неудачно где-то там ему тернул случайно косточку и вот такие вот царапинки они правда еле заметны но все равно по клиночку видно ну и давайте что-нибудь им порежем давайте там элементарно конечно заточку можно довести до идеала у меня я так сильно не старался в принципе ножичек наточил режет он для кухонного ножа неплохо в принципе можно заточить вообще-то в бритву потому что сведение здесь в ноль толщина клинка у нас почти два миллиметра в общем ребята кухонник есть кухонник просто нож для продуктов режет все он замечательно начиная там от паркорда давайте без всяких нагрузок то есть говорят что держишь нож вроде не очень-то как-то комфортно вот как только начал резать говорят ну просто кайфуешь от этого ножа но сейчас будем подтверждать но проводочек зачищаем в принципе очень хорошо рез у него отличный давайте еще не зачистим да входит в материал нож просто хорошо не ничего не могу сказать замечательно давайте его сейчас возьму какую нибудь картон очку еще попробуем так чтоб в камеру не сбить ну в принципе да в принципе все таки такая геометрия картон режет очень 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 хорошо давайте нажиманский продукт яблочко в общем посмотрим как работает этот кухонник я же говорю нож никогда этот принципе не держал давайте посмотрим как он по продуктам работает ну что сказать очень очень хорошо очень удобно обычный овощной кухонный нож замечательно ну да режет он конечно классно классно ничего не скажу наверное не зря все-таки его хвалят такие приятные ощущения ну и толщина клиночка видите здесь где-то я не буду говорить на вскидку где-то 13 14 максимум 15 миллиметров здесь толщина ширина клиночка то есть обычный овощной ножичек давайте ухты ой как хорошо вообще замечательно давайте какие-то тоненькие работы да тут все все просто хорошо не зря его хвалят ой не зря давайте посмотрим как кончик работает ну я бы честно говоря кончик немножко опустил на этом клиночке есть другие пинели не которых не очень сильно так задран клиночек давайте да ребята режет нож входит видите геометрия кухонного ножа конечно здесь все очень 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 хорошо вот я даже не видел как так яблочко можно вот надрезать с такой таким тонким кусочком можно даже через него посмотреть в общем ребята как продуктовый нож просто замечательно как-то я его сразу не понял этот опинель а тут он меня порадовал так смотрим что у него тут где у него что у него тут забивается так ну клиночек клиночек вытираем что у нас тут замком что-то попало не попало ну в принципе можно почистить помыть все открываем закрываем мокрой рукой да вот мокрой рукой затягивать не очень приятно нож надо вытирать так в общем муфточка это такая было бы здесь вот конечно насечки такие было бы наверное еще удобнее а так ну вот как-то так так одной рукой закрываем муфточка работает все надписи здесь восьмерочка франция кожаный темлячок да был была еще вот такая вот бирочка мы будем франц франция восьмерка я вам скажу ничего такого особенного в этом ножи конечно я не увидел ну да нож домашний такой теплый ручка деревянная граб у меня покрашенная серой краской наверное если смотреть на пенели вот с деревянными ручками под цвет дерева просто вскрытый лаком такие какие-то впечатления есть хорошие теплые руку очень хорошо заполняет в руки и сидит хорошо как походный нож вообще наверное замечательный 45 грамм 14 долларов простой в обращении муфта где-то там вкинуть в машину или в рюкзачок на кухне поселить его в принципе ну кухонник он не заменит потому что вот здесь продукты будут забиваться здесь все надо будет чистить мыть а вот в поход на вылазку да чтобы нож в чехле не носить или там а вот сложить где-то положить в сумку и все замечательно в общем нож неоднозначный наверное вот любители фанаты в чем-то правы если например эти опинели ну фотографировать например там с куском сыра ветчины и бутылкой французского вина и там лежит где-то опинель то замечательно где-то там виноградная гроздь опять там я не знаю там орехи колбаска и опинель в общем стильная такая вещь ну а так складный кухонник не больше не меньше пусть меня сейчас начнут бросаться и плеваться ну ребята пока я сильно от этого ножа не балдею режет он конечно замечательно но не более то есть цена 14 долларов вес 45 грамм кухонник кухонником ну и складывается все пишите ребята в комментариях у кого есть опинели рассказывайте свои истории как эксплуатируете что делаете всем буду отвечать до новых встреч пока до новых встреч пока так но пока Продолжение следует...